Всем большой привет! Сегодня хочу показать результаты двух неудачных экспериментов по окрашиванию яиц. Цель, чтобы вы не повторяли моих ошибок и не тратили зря средства и время. Приятного просмотра! В первом случае красим ромашкой. Должен получиться желтый цвет. 40 граммов сухих цветов ромашки высыпаем в кастрюлю. Заливаем 1 литром воды комнатной температуры. Перемешиваем. Накрываем кастрюлю крышкой. И отправляем на плиту. С момента закипания варим ромашку 15 минут. Затем огонь выключаем. Процеживаем содержимое кастрюли через сито. В полученный отвар закладываем белые яйца комнатной температуры. Ставим кастрюлю на небольшой огонь. Ждем, пока отвар закипит. Засекаем время. И варим яйца 15 минут. Согласно первоисточнику, за это время яйца должны окраситься в приятный желтый цвет. К сожалению, через 15 минут яйца лишь немного поменяли цвет, но желтыми так и не стали. К тому же, многие из них потрескались. И даже после полного остывания яиц в отваре, ситуация совершенно не изменилась. В итоге мы получили грязно-серые яйца со слегка уловимым желтым оттенком. Если сравнить с белым неокрашенным яйцом, то разница, конечно же, заметна. Но это далеко не тот цвет, в который стоит красить пасхальные яйца. Во втором случае будем окрашивать крапивой. Должен получиться зеленый цвет. 30 граммов сухих листьев крапивы высыпаем в кастрюлю. Заливаем их одним литром воды комнатной температуры. Закладываем туда белые яйца такой же температуры, как и вода. И отправляем на умеренный огонь. С момента закипания варим яйца 10 минут. Несмотря на то, что отвар за это время хорошо окрасился, яйца остались практически белыми. Выключаем огонь и оставляем яйца в отваре на ночь. Прошло 12 часов. Как видим, отвар стал еще темнее. А вот яйца, к сожалению, так и не покрасились. Обещанный зеленый цвет не получился. Чтобы увидеть хоть какой-то результат своих трудов, сравним окрашенное яйцо с неокрашенным. Разница, конечно же, есть. Но видеть яйца грязно-зеленого цвета на пасхальном столе, думаю, вряд ли кому-то захочется. В заключении могу сказать, что единственный плюс этих двух способов это приятный запах на кухне. Если вам понравились мои эксперименты, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.